Библейский портал экзегет.ру представляет Мы добрались уже почти до самого конца книги пророка Исаия в нашем библейском портале экзегет. 64 глава вместе с 65 и 66 завершают эту книгу таким удивительным диалогом Израильтян и Бога, или пророка, который говорит от имени Израильтян и говорит от имени Бога. И 64-я — это реплика Израильтян. Она уже началась в 63-е, где говорится «Ты наш отец», где молитва к Богу, как к тому, кто бесконечно любит нас, к тому, кто всегда нас спасал и избавлял, и должен не дать нам заблудиться, сойти с его путей. И 64-я — она такая особенно личная, она такая вот призывная абсолютно. Вот она обращается к Богу, как к тому единственному, кто может что-то изменить. «О, если бы ты разодрал небеса и сошел, горы содрогнулись бы пред тобой, как от огня загорается хворост, и вода закипает, так, когда враги познают имя твое, затрепещут пред тобой все народы». Ну вот, призыв вмешаться, призыв сделать так, чтобы все узнали. Исходя из опыта, из отношений между Израильтянами и Богом, «Когда совершал ты дивное, нежданное, ты не сходил и трепетали пред тобой горы, издревле о таком не знали, не слыхали, не видали кроме тебя другого Бога, который бы так оправдывал надежды». Вот ровно то, что пророк и Господь через него постоянно пытался объяснить израильтянам. «Я один, я придаю смысл истории, я объявляю о том, что будет, я объясняю то, что произошло». И вот здесь, наконец, они, кажется, это начинают понимать. О таком не слыхали, не видали другого Бога, который бы так оправдывал надежды. Вот прекрасное определение, всесильный, всемогущий, всеблагой, ну, это вот он такой, нам-то что. Другой такой Бог, который оправдывает надежды, его нет. А вот это уже очень важно для нас с вами, да, вот надежда есть, и он оправдывает эти надежды. И поэтому мы с ним. А не просто потому, что он всесильный, всеблагой, ну да, а планета Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, нам-то что до этого, да. А вот Бог, который оправдывает надежды, это уже тот, с кем нужно быть рядом. «Ты был с тем, кто рад творить правду, кто о тебе и путях твоих помнит». Кто рад творить правду, обратим внимание, не просто творит правду, но делает это с радостью, кто хочет это делать, не вынужденно, не по принуждению. «А теперь ты разгневан, издавна мы грешили, спасемся ли, оскоренились все мы, вся праведность наша, что окровавленная тряпка». Да, то есть даже то, чем мы гордимся, это что-то такое окровавленная тряпка, нечистая, ну, неприятно на это смотреть, и одновременно кровь, как образ насилия, хотя, может быть, и такой гигиенической нечистоты. «Вот вся праведность наша, окровавленная тряпка, увяли, как листья все мы, и несут нас пороки, как ветер». Вот даже лучшее, что у нас есть, это, в общем-то, гадость. «И мы, как листики, которые на ветру пороков». А что может листик с ветром сделать? Ничего, летит просто по нему. «Некому имя твое призвать подняться, крепко за тебя ухватиться. Скрыл ты от нас свой лик, затопили нас наши пороки». Вот пороки то, как ветер осенью, то, как бурные такие воды, которые прям заливают, и вот некуда деваться. «Но ведь ты, Господи, наш Отец. Мы глины, а ты гончар. Все мы творения твоих рук». Вновь повторяется эта фраза. «Ты, Господи, наш Отец. Отец своих детей, конечно, не бросит. Мы творения твоих рук точно так же, как глиняный сосуд, творения рук гончара, и, конечно, гончару он дорог. Ну, если не как к детям, но хотя бы как к изделию своему. Господи, умерь ты свой гнев. Не вечно же помнить тебя о пороках. Взгляни. Вот мы все, твой народ. Пустыней стали твои святые города. Сион опустошен. Иерусалим разорен. Храм наш святой великолепный, где восхваляли тебя наши предки, уничтожен в огне пожара. Рухнуло все, что было нам мило. Обратим внимание, что жалобе о разорении, об опустошении предшествует исповедание своих грехов. Они говорят, мы все, как листики на ветру пороков, нас затопили наши пороки. Ну, а потому все и разрушено. То есть они не говорят, пришли другие народы, нас завоевали, нас угнали в рабство, разорили наш город, разрушили наш храм, нашу страну поработили. Хотя все это было. Они говорят, мы листья на ветру пороков. Только ты и мы. Есть отношения наши с тобой, все остальное обстоятельство. После такого, Господи, станешь ли медлить? Станешь ли молча казнить нас без меры? И вот такие удивительно лирические строки. Когда с одной стороны напомнишь, с чего начинается эта голова. Если бы ты разодрал небеса и сошел, горы содрогнулись бы пред тобой. А заканчивается ты наш отец, мы творение твоих рук. То есть одновременно Бог невероятно грозен, величественен и страшен. И с другой стороны, с ним можно говорить, как говорит ребенок с любимым папой, который может его защитить, может исправить то, что этот ребенок своей жизни на порцию. 65 глава будет ответом Бога своему народу. Субтитры создавал DimaTorzok